От тьмы к свету. Кассета первая. Яша. А чай куда сахарку не дал? Эх, старая голова! Забывчивая стала. Ребятишки попили бы тёпленького. И он нервно заворочался на месте. — Эх, я, дурья голова! — ворчал он. Минут через десять прибежал Яша весёлый, лицо такое радостное. — Мать, благодарить тебя, отец Дьякон! — сказал Яша, усаживаясь за стол, беря в руки дожидавшийся его кусок хлеба. Теперь он мог есть. Он знал, что мать и ребята имеют хлеб и квас, который он им сейчас принёс. — А чай куда сахарку забыл тебе дать? — сказал отец Дьякон. — Пойдёшь, возьми вот. И он протянул ему небольшой свёрточек. — Я нынче видел чудной сон. Был Николай угодник, — начал Яша. — Где? Как? — с любопытством спросил отец Дьякон. Яша подробно рассказал свой сон. Отец Дьякон задумался. Яша тоже молчал и пристально глядел на отца Дьякона. Но вот отец Дьякон поднял голову, скинул глаза на Яшу и заговорил. — Правда, чудной твой сон. Разгадать я не берусь. — Одно скажу, что к тебе милости в Николай угодник. Молись ему, а теперь ступай к батюшке. Расскажи ему. Посмотрим, что он скажет тебе. Он мастер ведь разгадывать-то сны. А после зайди ко мне, скажи. — Теперь он отдыхает. — Нет, он с требой к больному пошёл. Теперь, пожалуй, и вернулся. Допил Яша чай и пошёл к отцу Николаю. Батюшка только что вернулся с требы в белом холщовом подрястике, сам весь белый, как лунь, с добрым лицом, сидел в кресле на балконе, выходившем в сад и пил чай. Около стола за самоваром суетилась худая старенькая сестра батюшки Праскови Фёдоровна. Батюшка был вдовой, одинокий, и единственная родная сестра была у него на свете, которая и жила при нём. Отец Николай во всём городе слыл за доброго, хорошего человека, который не оставлял бедных. Со всеми ласковый он заступался за всех, был справедливый, даже сам архиерей, преосвященный Амросий. Однажды сказал ему, когда он заступался за клеветанного перед архиереем за штатного священника. — Ты, отец Николай, бессеребрянник и милостивец, как отец Челорет. — Уготавляешь себе царствие небесное? Хвалю. Да хвалю тебя и исполню твою просьбу. Правда твоя, если строго разобрать, то в мире-то и нет виноватых. Так сказал архиерей и помиловал священника. Узнал отец Николай, что пришёл Яша к нему, велел позвать на балкон, и прежде чем выслушать его, приказал ему сесть за стол и выпить чаю с булкой. Отговариваться Яша не посмел, и когда он кончил пить, отец Николай обратился к нему. — Ну, теперь расскажи, что тебя привело ко мне? Яша встал, поцеловал руку батюшке и старушке и начал рассказывать сон. Со вниманием слушал батюшка рассказ Яши. Даже старушка, сложив руки на коленях, с любопытством слушала его. Яша кончил, а батюшка, склонив голову слегка на бок, сидел молча, что-то обдумывая. — Есть у вас дома печь, в которой хлеба пекут? — наконец спросил он. — Есть, мать всегда раньше дома пекла хлебы. — Хорошо. Ну так, вот что. Скажи матери, чтобы она сходила к Ефрему. Чай знаешь на верхнем базаре, пекарни Ефрема? — Знаю, батюшка. — Ну так, пусть к нему сходит, скажет, что я ее прислал к нему, чтобы он поучил ее печь крендели. Наука немудреная, твоя мать-баба умная сразу все поймет, а от него, идучи домой, пусть купит пуд муки. И все, что надо будет, и печет крендели, да свезет на базар и продаст, а там увидим, что из этого выйдет. Угодник Николай твоим снам указал ей путь, каким она прокормит своих сирот. А вот эти деньги дай ей на покупки почин с моей легкой руки, добавил отец Николай, подавая Яше две синенькие бумажки. Выслушал Яша, поклонился, поцеловал руку батюшки и старушки-то и, спрятав деньги, ушел. Первым долгом забежал он к отцу дьякону, все ему рассказал и торопился уйти. — Постой, я пойду с тобой и побуду, пока мать будет ходить в пекарню. Видишь, что значит молиться? Николай, милостивый, услышал твою молитву и сделался заступником сирот. — Ну, пойдем, — добавил он, и они пошли вместе. Увидала Пелагея отца дьякона, шедшего с Яшей, пошла к ним навстречу, боясь, не случилось ли чего дурного. — Иди-ка, матушка, что мы расскажем тебе? — А пока возьми деньги, батюшка прислал. Взяла Пелагея деньги, поблагодарила заочно отца Николая, и все втроем сели на крылечки. Дети все обступили их. — Сидитесь мирно, — сказала она детям, и стала благодарить отца дьякона за деньги и чай, и сахар. — Не благодари, не люблю. — Да и все это не мое было, — сказал отец дьякона батюшкина. Рассказал Яша, как он был у батюшки, и про совет его, и про деньги. Слушает Пелагея Яшу, а у самой по щекам бегут от радости слезы, и любуется она на Яшу. Какой Господь послал ей сына и возлюбил его, а через него и нас всех, — думает умиленная Пелагея. Оделась она, перекрестилась и пошла в пекарню от имени батюшки. Отец дьякона Яша остались с детьми. Живо Яша все убрал, вымел в пустую печь и дров наложил. Скоро пришла и Пелагея, и на новой тележке привезла муки и всякой провизии, чтобы накормить детей. Повеселела Пелагея, и на другой день, как учил ее пекарь, все сделала и напекла кренделей. Уложила их с помощью Яши на тележку, перекрестилась и повезла на базар. Не прошло и часу, как крендели все были раскуплены. Зашла Пелагея в часовню, поставила спасителю Николаю угоднику по свечке, помолилась и возблагодарила за посланную ей милость. Купила снова все, что надо было, и вернулась домой. В тот же день Яша с радостью понес связку кренделей батюшке и другой отцу дьякону и рассказал, как все продала мать. Порадовался отец Николай и, благословив, Яшу отпустил домой. И стала Пелагея печь и торговать кренделями, но так как печь была простая и небольшая, приходилось топить ее два раза в день, и то мало было. Стали дети сытые, одетые, полегчало на сердце у Пелагея. Забота теперь новая, как бы сложить настоящую большую печь, как в пекарне. Да дорого стоит, денег взять негде. — А что это отец дьякон был у Пелагея? — спросила однажды батюшка отца дьякона после обедни. — Видал, как она печет крендели? — Как же был! — Господь послал свою милость, Николай угодник заботится о сиропах. — Пойдем-ка мы с тобой к ней, я погляжу на ее работу. — Пойдем, батюшка. И тихой, неторопливой походкой пошли они к дому Пелагея. Увидала Пелагея отца Николая и от радости не могла слово выговорить. Стала она его благодарить за помощь, а он и слушать не хочет. — Мы пришли к тебе, Пелагеюшка, попенять. Начала дело и Богу не помолилась, молебен не отслужила. — Простите, батюшка, не под силы еще, — отвечала Пелагея. — Мы люди свои. — Начнем, отец дьякон. Я захватил с собой, что нужно, и, став перед образом, отец Николай начал молебен. Пелагея скоро послала на стол чистую и худенькую скатерть, поставила тарелку с водой, прибежал и Яша, бывшую соседей, по делу, и стала с дьякону подпевать. Окропил отец Николай печь, всех присутствующих и все комнаты, и когда кончился молебен, осмотрел печь. — Надо печь, что тебе настоящий Пелагеюшка, — сказал он. — Надо было бы, батюшка, да дорого стоит, денег нет, — отвечала Пелагея. — О деньгах не заботься, угодник Николай поможет на дело сирот, на долю. — Пришли-ка ко мне печника, я с ним потолкую. Упала в ноги Пелагея и со слезами стала благодарить батюшку. — Не меня, не меня надо благодарить, а угодника Божьего. Он молельщик за нас, за вас перед Богом и защитник сирот, — сказал отец Николай. Через неделю сложили большую хорошую печь, и торговля пошла бойко. Наняла Пелагея себе работника, помощника пекаря, приговорила старушку жить у ней и за детьми глядеть, а сама всецело занялась печеньем и продажей кренделей. Благодать посетила дом Пелагея, и только бы жить и радоваться, благодарить Николая угодника. Но новое горе приближалось к ней. Яша, пропадавший по дням, скитаясь по монастырям и церквам, стал у матери проситься уйти в монастырь. Как ни упрашивала, плакала, умоляла, Яша все же не оставлял своего желания идти в монастырь. Попробовал был уговорить его и отец Николая, но высушив твердое желание Яши и явления, какие ему бывают, отец Николай решил, что этот отрок призван самим Богом и негрешным людям противиться его желанию отговаривать и этим накликать на себя гнев Господень. Он благословил Яшу и дал слово не оставлять его мать и сирот. Не стал отговорять отец Зиакон, но мысль, что он сам же все время знакомства с ним направлял его на это, и что скоро он расстанется с ним, со своим любимцем Яшей и больше не увидит его, так огорчило и повлияло на его уже слабое здоровье, что он не выдержал и захворал. Дни и ночи просиживал около его постели Яша, читал ему Евангелие, священные книги, поил чаем. — Не уходи, Яшенька, — как-то раз сказал ему отец Зиакон, — не оставляй меня одного на этом свете. Уж недолго мне осталось топтать землю своими грешными ногами. Ты уйдешь, некому будет мне глаза закрыть. Пожалей меня. И отец Зиакон притянул Яшу к себе и погладил его по голове своей слабой и схудалой рукой. — Я не уйду, отец Никанор, пока ты болен. Буду ходить за тобой, поправляйся. Я молюсь и буду молиться за твое здоровье. Я нынче опять видел сон. — Не говори, не говори мне его, я боюсь их. Они скоро разлучат меня с тобою, а ты мне как сын родной. Люблю я тебя. И я люблю тебя как родного. Ты ведь первый заговорил со мной о величии Бога, о жизни Христа, о том, какую должен вести жизнь истинный христианин, как в древние времена христиане стояли за веру во Христа, про их мучения и терпения. Ты, отец Зиакон, открыл мне премудрость Божию. И с тех пор я только и мыслю об одном — уйти в монастырь и тем отдать себя Богу, добиться его святой любви и молиться за мою бедную семью, чтобы не погибли они во грехах. Такие рассуждения тринадцатилетнего мальчика приводили отца Зиакона в отчаяние. Он видел в нем твердое непоколебимое желание поселиться в монастыре и там молиться. — Я не раз говорил тебе, Яшенька, что в монастырях греха много. Можно молиться и спасаться, живя в миру, можно помогать бедным. — Чем я помогу? У меня ведь ничего нет, — робко сказал Яша. — Добрым словом, облегчением труда, и Господь будет видеть твое усердие и зачтет тебе его. И подолгу так ведутся беседы в этом духе между ними. И вот однажды в субботний день после сеночного зашел Яша к отцу Зиакону, все еще больному, напоил его чаем и собрался домой. Вдруг ударили в набат. — Пожар! — приподымаясь на своей жесткой постели испуганно сказал отец Зиакон. Яша выбежал на улицу, и тот же же бледный вбежал обратно. — Напротив горит селивановская гостиница, пламя так и бьет из верхних окон. — Одевайся скорее, я тебя поведу к нам. Тут нельзя оставаться боязно, — говорил Яша, помогая одеваться больному и натягивая ему сапоги. В сторожку прибежал сторож Прокофий. — Пожарище! Страв какой! Уходи скорее, отец Зиакон! Слышь, какие звонки! — Какая звонка! Это все скачут пожарные! Страсть сколько! — говорил торопливо сторож, связывая в узел свои небольшие пожитки и убегая. — Помоги вывести его! — крикнул было ему след Яша. Но сторож в ответ только махнул рукой. Через великую силу приподнялся отец Зиакон с постели, опираясь на плечо Яши, с трудом вышел из сторожки. — О, Господи! С нами крестная сила! — крестясь заговорил отец Зиакон. Зиакон, увидев все громадное здание, охваченное огнем. Он видел, как среди пламени люди в кастках эти отважные герои взбирались по приставленным лестницам в верхний этаж дома, где в окнах виднелись люди, вероятно, застегнутые во время сна. Кригам несся со всех сторон. — Надо звонить, звонить! Где Митрич-то? Крикнуть бы его! — Яшенька уж не спит ли он у себя там в сторожке-то? Может, после сеночи немного и хлебнул? Сбегай, дорогой! А я вот тут посижу на ступеньках! И больной стал опускаться на ступеньки, чтобы сесть, но в это время подбежал пожарный, поднял его. — Куда садишься? Разве не видишь, как горит? Уходи отсюда! Я и ты, Малес! Батька, что ли, будет? Веди его скорее отсюда! И, видя, что Яше трудно вести больного, он подхватил отца дьякона под руку, и вместе с Яшей чуть не вынесли его на более просторное место. — Вали! Вали! — громко раздавался повелительный голос брандмейстера. — Багры! Эй! Подавай, багры! Ну, живей! Вали! Несколько человек-пожарных уперлись баграми в пылающую стену, раздался треск, и деревянная стена с грохотом повалилась на землю. Густой черный дым покрыл все, и через минуту яркое пламя с большей силой вспыхнуло и пошло бушевать. Уже загорелся напротив дом, где помещался трактир, а внизу винный погреб. Пламя перекидывалось с места на место, как играло в мяч. Огненные головни летели по всем направлениям, подгоняемые вдруг поднявшимся сильным ветром. Две пожарные дружины, находившиеся в городе, были на пожаре, и прислана была рота солдат, но все было мало. Разгулявшаяся стихия как будто боролась с ними. Уже занялись сразу три улицы, то есть шесть городских порядков. Московская, самое главное, центр торговли в городе. На ней помещались всевозможные торговые лавки, начиная с изящных товаров, заграничных в магазине. Очкино и кончая лабазом, наполненным всяким товаром, и москательными лавками с горючими веществами. Трактиры, гостиницы, все это помещалось на большой московской улице с громадными каменными домами. Горела лекарская улица рядом с московской, а с другой стороны и троицкая, на которой был женский монастырь. Все кругом горело, представляя собой сплошное огненное море. Раскаленное небо сливалось вместе, и казалось, вот-вот оно сейчас обрушится на людей и превратит все в пепел. Протяжный заунывный звон раздался с колокольней церкви Николая Чудотворца. А здесь Николай отворил церковь, вошел в алтарь, облачился и стал на колени перед жертвенником. — О, Господи! Будет Твоя святая воля здесь, у подножья Твоего алтаря! — Я умру с ним вместе! Прими, Господи, дух мой! — проговорил отец Николай и стал читать себе отходную. Кричат монахини, и жалобно несется перезвон с колокольни женского монастыря. Монахини бегут с узлами на плечах, бегут они за толпой погорельцев, которые свалят свое имущество на площади за церковью Николая Угодника около собора, где также разбит городской сквер. Эта площадь и сквер отделяют собой другую половину города, где больше живут богатые собственники. Все, что завалено пожитками погорельцев, на которых сидят старики, оберегая имущество. Если бы загорелось имущество на этой площади и сквере, то не уцелел бы весь город. Ветер все усиливается, и, казалось, скоро превратится в целый ураган. Пожарные солдаты выбились из сил, некоторые из городских жителей принялись помогать. Огненные головни обсыпают церковь Николая Чудотворца. А с селивановской гостиницы других домов остались только груды кирпичей и пепла. Не мог Яша дотащить отца дьякона до дому своего. Посадил его в сквере на лужайке около чьего-то сложного имущества, а сам бросился бежать в церковь. Едва пробрался он сквозь лошадей, пожарных и бочек, вбежал в церковь и увидел отца Николая стоящим на коленях. «Батюшка, батюшка, идите! Все кругом горит!» — крикнул Яша, подбегая к священнику. Но вдруг Яша чего-то испугался и попятился назад. «Иди с Богом, оставь меня умереть вместе с моим храмом!» — сказал отец Николай, обернувшись к Яше. По худому бледному лицу старца бежали слезы. Яша выбежал из церкви. «Ты, батюшка, Николай, угодник! Спасешь дом свой и его!» — крикнул Яша, плача на взрыв. Он подбежал к образу Николая чудотворца в серебряной ризе, вделанному в стене церкви с наружной стороны. «Добрые люди, помогите мне поднять образ!» — крикнул он. И несмотря на страшный крик и гам, бывший кругом, голос Яши услышали. Подбежало несколько человек, и десяток рук протянулись помогать Яше. Скоро образ в полтора аршина величины был вынут из рамы, и двое сильных купцов с длинными бородами подняли его и стали перед страшным бушевавшим пламенем. В один миг на них затлела одежда и волосы, но стоявшие тут люди то и дело обливали их водой. Несколько человек сменялись держать образ. Блаженный нищий Вася громко запел «Святитель, отче Никола, спаси нас!» И чудо совершилось на глазах тысячной толпы. Ветер вдруг переменился и силой подул в противоположную сторону за реку Суру. С силой, как огненный дождь, посыпались искры, полетели огненные головни. Некоторые не долетали до противоположного берега, падали в воду, другие, перелетев, зажигали маленькие хибарки бедняков, но там разгуляться пламени были негде. Постройки были на далеком расстоянии друг от друга. Настало утро. Взошло солнышко и осветило большое пространство пожарище, на котором вместо больших каменных домов торчали обгорелые, закопченные, полуразрушенные стены, груды тлеющих досок, имущество, изредка кое-где пробивался еще огонь. Когда прошла опасность для церкви Николая Чудотворца, отец Николай вышел из алтаря в облачении с крестом в руках, благословил народ и вместе с ним обошел церковь, неся впереди образ святого Николая Чудотворца. Затем, поставив образ на свое место, в раму, отец Николай отслужил благодарственный молебен с коленопреклонением. — А где отец Дьякон? — спросил батюшка у Яши, когда окончилась служба. Яша рассказал ему все, что произошло, и где он оставил отца Никонора. — Так беги скорее к нему, возьми извозцы и привези ко мне. Пока болен, пусть полежит у нас, — сказал батюшка. Яша давно думал побежать, чтобы посмотреть на больного, и потому не заставил себя ждать, и опрометью бросился к месту, где оставил накануне отца Дьякона. Добежав до места, Яша удивился, что не нашел его там. Сидевшие тут погорельцы сказали, что отца Дьякона еще вечером увезли в больницу святой Марии. Очень уж он был слаб. Побежал Яша в больницу, рассказал дежурному, кого ищет и от кого пришел. Его сразу пропустили. — Плохо он ныне, причащали, — сказала сиделка, провожая Яшу. Вряд ли выживет нынче. Вошли в палату. В два ряда стоят койки с больными. Огляделся кругом Яша, не видит отца Дьякона. — Его нет тут, — сказал он. — Тут, вон около окна. Видишь, отвернулся сердечник свету. Яша подошел почти в плотную к койке, но больной не слышал его и тихо стонал. — Пить. Едва слышу, наконец, проговорил отец Дьякон. Яша взял со стола оловянную кружку с питьем и поднес ее к губам больного. Отец Дьякон сделал несколько глотков, открыл глаза и уставился на Яшу своим потухающим взором. — Это я, твой Яша, — заговорил мальчик, наклоняясь к лицу больного. — Пришел. Что пришел конец. Только помни мои слова. Молись крепче и веруй, что все от Бога. — Не говори с ним много, нельзя, — сказала сиделка, наклонившись к Яше. На минуту больной закрыл глаза и глубокий вздох с хрипом вылетел из его груди. — Вишь, отходит, — шепнула сиделка. Действительно больной стал тяжело дышать и вдруг тихо проговорил. — О, Господи, прими дух мой. Правая рука его зашевелилась, но поднять ее он уже не мог. Яша догадался, что он хочет перекреститься, взял его исхудалую руку и сам перекрестил ею умирающего. Еще раз длинул больной на Яшу, своего любимца. Губы с трудом зашевелились и тихо, как дуновение ветерка, пронеслись слова его. — Отцу Николу. Но дальше ничего не было слышно. Губы перекосились и застыли. Началась предсмертная агония. Упал Яша на колени у постели своего друга и положил голову на руку умирающему, все еще продолжая плакать. Через несколько минут отца дьякона не стало. Он умер спокойно. Встал Яша с колен, закрыл глаза своему другу, поцеловал его в лоб и, плача, вышел из палаты. Нет его друга, с кем сроднилась его душа, от кого он слышал столько доброго, поучительного. Усталый, измученный, нравственный, физический Яша осознавал, что все же он должен сейчас же сказать отцу Николаю про смерть отца дьякона, что откладывать этого нельзя. Через силу добрался он до дома священника, не застал его. А добрая старушка, узнав, в чем дело, и видя, как устал Яша, подала ему кружку чаю с булкой. На, испей щейку, отдохни, а тем временем и сам батюшка придет, сказала старушка и вышла из кухни. Выпил Яша чай с булкой и вышел на крылечке. Сел, прислонил голову к косичку и в один миг заснул крепким сном. Пришел отец Николай и узнал от сестры, что сказал Яша про отца дьякона, перекрестился и пошел в кухню повидаться с Яшей. Но, увидя отворенную дверь из кухни, вышел на крыльцо и остановился в звену на спящего Яшу. Уморился сердечно, эх, с этих лет, а уж сколько горя пережил. Не тревожь его, сказал он, обернувшись к сестре, пусть поспит. И батюшка, перекрестив Яшу, ушел в комнаты. К ночи надо разбудить. Мать заходила ко мне, сильно о нем беспокоится. Я сказал про него, успокоилась, пошла домой, говорил батюшка сестре, шедший с ним рядом. Хочет коровку купить для сирот, добавил погодя он. Господь печется о сиротах, сказала старушка, и тут поможет ей. Стала смеркать. Проскоя Федоровна разбудила Яшу, который рассказал подробно про смерть отца дьякона, батюшки. И побежал домой. Плакала Пелагея, узнав о смерти отца дьякона. За помин его души дала Яше пять фунтов кренделей раздать нищим. Через день насчет прихода с подобающим его сану почетом похоронили отца дьякона. Первое время после смерти своего друга Яша нигде не находил себе места, сильно тосковал. Бывало придет в сторожку, стядет на то место, где обыкновенно сидел отец дьякон, посидит, поговорит о нем со сторожем Михеевичем. И пойдет домой. Или сбегает на могилку, приберет ее и к отцу забежит. Недалеко были они друг от друга. И как будто легче станет на душе. Иногда сядет на могилку отца дьякона и как будто беседует с ним. Вспоминает все разговоры, советы его, наставления. Поглядит, поглядит и грустный пойдет домой. Нет теперь ему никакой радости, не с кем слова сказать по душе. Мать занята с утра до ночи своей пекарней, дела идут хорошо. Братишки-сестренки бегают, играют, веселые, здоровые, все сыты, одеты, обуты, в тепле. Пусть живут и богославят, думает Яша, и Николая угодника, заступника сирот. А он уйдет в монастырь, проберется на Афон и разыщет старенького купца, про которого ему рассказывал отец дьякон. Будет жить около него и молиться Богу. Глядит Пелагея на грустное и схудалое лицо Яши, и сердце щемит у нее в груди. Что ты, Яшенька, кормили с мой такой печальный, спрашивает она Яшу, болен что ли? Нет, матушка, я здоров, слава Богу. Так о чем же ты такой печальный? Мы теперь благодарение Богу и твоим молитвам сыты, живем хорошо, скоро коровку купим. Разве еще тоскуешь об отце дьяконе? Так уж он старенький был, много горя в жизни видел. В чай и сам устал жить. Жаль все же его, любил я его как родного, и он меня. Вздохнет Яша тяжело и выйдет из комнаты, чтобы прекратить разговор. Поглядит ему вслед Пелагея, покачает головой и вздохнет. Уйдет он от меня в монастырь, чует мое сердце, думает Пелагея. Прошла зима, зазеленела кругом. Вот на деревьях и зеленые листочки показались. Кругом зеленая травка веселит взор людей, расправляет крылышки птички, перелетая с ветки на ветку, и громко щебища радуется солнышку, что принесет им радостное тепло. Яша уже который день ходит на кладбище, убирает, украшает могилки отца и отца дьякона. Уложил он дерном могилки и цветочки посредине могилок, посеял. В головах по деревцу посадил. Убрал, поклонился отцу в ноги, поцеловал крест, помолился и, простившись, пошел на могилку к отцу дьякону. Встал на колени, положил голову на могилку и горько заплакал. Прощай, отец Никанор, прости меня, что оставляю я тебя. Помолись за меня, ухожу я на Афон, если Богу будет угодно. Буду молиться за христиан, за своих ближних. Жаль мне оставлять всех вас, да так, видно, Богу угодно. Не могу противиться его святой воле, тянет меня туда. Прости меня. Сделав несколько поклонов, Яша поцеловал могилку, крест и тихо побрел домой. Весь оставшийся день провел около матери и братьев, сестер, говорил с ними, помогал матери, поздно лег спать. А на другой день пошел в церковь, чисто все убрал в алтаре, паникодила вычистил и свечи зажег. Глядит на грустное лицо Яша, отец Николай, на его необыкновенное усердие и жалеет его. Господи, успокой его душу и уменьши скорбь отрока Якова, молит про себя батюшка, видя, как он горячо молится перед спасителем. Кончилась служба. Подошел Яша под благословение, как бывало это всегда, и вдруг упал к его ногам. — Что, что случилось, Яшенька, скажи? — стревожился батюшка, ласково дотрагиваясь до головы Яши. — Разбил, что ли, какую церковную вещь? Али что дома опять случилось? Говори, милый. — Нет, — отвечает Яша со слезами, — мне тяжко на сердце, что мало я благодарю вас, батюшка, за все добро, какое вы делали нам. — Что ты, что ты, Яшенька, да разве это я делаю? Это воля Господня и святого угодника Николая. Встань и возблагодари Господа, что услышал он твои молитвы, послал тебе сердце доброе и благолюбивое. Встал Яша, благословил его отец Николай и дал ему маленький образок Николая-угодника. — На, надень себе на крест, и пусть он будет неразлучен с тобою и оберегает тебя от злого врага. Поцеловал Яша, благословляющий его руку, и с благоговением принял образок из руки отца Николая. При выходе из церкви стоял нищий, известный в городе юродивый Вася, которому всегда подавал Яша. — Прощай, Вася, — тихо сказал Яша, кладя в его руку грошек. — Будь здоров. — Здоров, здоров, отец Пимен! За моря идет! Не забудь Васю! — бормочет юродивый, провожая Яшу. — Отец Пимен! За моря идет! Был чудный, жаркий июльский день. Рано утром встал Яша, простился ласково с матерью, просил беречь себя, братьев и сестер и ушел. Проходили дни за днями, а Яша не возвращался. Обошла Пелагея всех, где предполагала мог быть Яша, но его нигде не было. — Не плачь, Пелагеюшка, — говорил отец Николай. — Твой сын избранник Бога. Он молельщик за тебя. Верно ушел в монастырь. Господь с ним, молись за него. Но Пелагея не могла успокоиться. Она все еще надеялась, что вернется же опять к ней Яша, ее дорогой сын. Она все почему-то не хотела еще верить, что и Яша ушел навсегда в монастырь, бросил на произвол судьбы родных, хотя знала в то же время она, что нужды теперь у ней нет. И Яша знает это, печально думает Пелагея в долгие вечера. Прошло много лет, как ушел Яша. Отец Николай получил письмо от него с Афона, в котором он писал, что живет в монастыре и что нарекли ему имя Пимен. Отписал ему и отец Николай, помянув его семью. Так сложилась жизнь этого мальчика. Стихи из русского паломника за 1913 год. Не нужно слов, но больше дел. Прекрасные слова забвения вечный их удел, как храм без божества. Голодным братьям нужен хлеб, мы камень подаем. Наш мудрый мир так часто слеп, сердец так мало в нем. Слова, слова, одни слова, цвет пышный без плодов, не языком душа жива, к делам от праздных слов. Сила молитвы Мрачные тучи мне свет застилают, волны с пути порываются сбить. Буря страстей мое сердце смущает, силится в бездне греха утопить. В вихре сомнения мысли кружатся, душу тревожит смятение и страх. Сил моих нет. А надо добраться к пристани дальней в спокойных водах. Как корабельщику с бурью битва, буря душевная мне тяжела. Если б меня не спасала молитва, буря давно б меня в бездну снесла. Но как борьбою неравно измученный ищет в молитве спасение моряк, так же бедою молитве наученный и ею гоню от души моей мрак. Спаси! Взываю я верою страстную, слабому мне на защиту предстань. Бурю моей изнеси слово властное. Ветер, утихни! Волна, перестань! С Божьей помощью стихнет волнение, бурю заменит душевный покой. Ясно, увидишь Господне спасение, Божий покров ощутишь над собой. Христос сказал нам, не убей! Но мы давно забыли это. И дьявол шепчет, погуби! И не жалей, не плачь, не сетуй! Подвластный дьяволу стоим, оцепенелые в молчании, И верим лжи! Она, как дым, объемлет нас густой тканью. И с каждым часом, с каждым днем Все гуще, гуще злые сети Охватывает нас кругом во мраке ночи и при свете. Нам нет пощады. Но когда прочтет над нами кто молитву, Душа, как поле после льда, Стремится с дьяволом на битву. И облегченная поет Неслыханными голосами Про Бога, про простой киот, Что чуть трепещет в бедном храме. И в упоении отче наш Любовно повторяют губы. И кажется, что жизнь отдашь За ближнего. И все так любо. Пускай на перстнике язычество шумят, Пусть в честь богов опять звенят кимвалы, И гимны пусть людским страстям звучат И искрятся вином в честь разума фиалы. Не в царство разума, а в царство темноты Зовет безумца в Марьево пустыни. Пусть призрак счастья дразнит их мечты, Мы жить останемся в тиши своей святыни. Пройдем свой путь земной под знаменем креста, Ища лишь вечной правде вдохновенья, Храня завет распятого Христа И веруя во свет грядущей воскресенья. Придет пора. Безумцы содрогнутся, Оденет ночь их бездну своей. Объятия смерти властно их коснутся, Исчезнут призраки, Погаснет пыл страстей. И в диком ужасе одни среди пустыни, Как древний грек безумец Герострат, Они сожгут алтарь своей богини, И песни их проклятием прозвучат. И, может быть, в час идолов крушения Они придут в забытый ими храм И принесут о прошлом сокрушение К подножию креста, Как поздний фимиам. Покров нетленный Из поволжских сказаний За ночь все поле покрыло Белой ризой снегов. Вышла, раскинула утро Алый над нею покров. Зорька румяная встала, Словно себе на уме. Глянула в окна деревни Вестью о ранней зиме. Божьи люди, проснитесь! Время всему голова! С хлебом да с солью встречайте Благостный день покрова! Осень проходит, Зазимье за осенины идет, Добрую небо примету Первой порошей ведет. Старая молвь не облыжна, Мимоль гласит, Примечай! Снег с покрова землю кроет, Будет хлебов урожай. Красная зорь к прихплоду, Ведренный этот денек, Ровную дружную зиму Вводит в родной уголок. Колокол грянул в селенье, Благовест льется святой, С Нивы до Нивы Сплывает праздничный звон волновой. Солнце горит над снегами, Легкий морозик знобит, По первопутку к обедни Люд деревенский спешит. Храм захлебнулся народом, Полон молитвы он, Свечи зарят трудовые, Темные лики икон. Мира заступницы вечной Перед иконой, Перед владыкой миров Молится люд весь, Встречая праздничьих Божий Покров. Искрится белое поле, Вдоль по распутью трудов, Стелит свою благостыню Праздник посельный Покров. От поля до поля Бродит сказ стародавний За ним, Как Богоматерь прикрыла Грешных покровом своим. В древние-древние годы Улицы злого села Чистая Дева Мария В страннице бедной брела. Вечер спускался морозный, Вьюга крутилась вьюном, Робкой рукой стучалась Дева под каждым окном, Слезно просила приюта На непогожую ночь. Всюду бежала, Снагнали странницу бедную прочь, Много бродяг вас бездомных, Дальше иди, проходи. Словно у всех в эту пору Сердце не билось в груди. Шла бесприютная, Стужа крепла И темень росла, Вышла околиться и гумном К стогу соломы пришла. Села на снег у омета, Что не минута мороз, Был все сильней, Замерзали токи Мариных слез. Плакала Божья Матерь, Плакала не о себе, А не давших приюта Неотвратимой судьбе. Боже мой, Смилуйся, сыне, Сердце смягчи у рабов, Жестаковыных и злобных, Дай покаяние покров. Всплакалась Дева Мария, От оснеженных холмов Слезы дошли до ограды Райских пресветлых садов. Первый увидел те слезы С горних высот бытия, Старый пророк, Громовержец, Злобный каратель Илья. Пчатся крылатые кони Над нечестивым селом, С огненной он колесницы Огненным машет бичом, Мечет громовые стрелы, Сыплет он каменный град В кровле тесовой Теплых странников, Гонящих хат. Грянула громом нежданным В лютую вьюгу, в мороз. Вопли, не внемлющих воплям, Ветер до Девы донес. Вышла она из застога, Смотрит в морозную мглу, Видит, погибель приспела От громоносца селу. Видит, пылает поветь И мечется стон и щелют, Слышит заступницу мира Слезно рыдая зовут. Жалость зажгла сердце Деве. Боже, прости им их зло! С плеч свой покров развернула И принакрыла село. Милостью неизреченной Грозной смягчился Илья, Матерь святая, Спасла их дивная благость твоя. Из году в год этой ночью К утру с престола миров Русь до сих пор накрывает Девы причистый покров. На осеннем пути Аполлон Каринский Пошли мне, Боже, в жизни чашу слез, Дай выплакать возможность Все, чем грешен. Был пред людьми и совестью своей, И чашей этой буду я утешен. Как не была б в душе она горька, Как не страдал бы тяжко от нее я, Я все приму, но не могу снести Бесчувственности мертвого покоя. Пошли мне крест, какой захочешь крест, Суди меня судом каким угодно, Но только дай возможность сознавать, Что жизнь моя от всех безумств свободна. Дай мне понять, что ты не отвратил От очага чутьлеющей надежды, От алтаря больной любви моей Твоих очей спасительные вежды. Перед твоим всеправедным судом Я преклонюсь покорную главою. Без ропота, без укоризны слов, О, только дай лишь дай мне быть с тобою. Из мирной пристани, где дум моих ладья, Свой временный приют нашла, Из веда в буре. Благодарю тебя, создатель бытия, За то, что надо мной не меркнет свод лазури, За то тебя, за то, Творец, благодарю, Что засерцать могу спокойно даль былого, Что шлешь ты мне с небес вечернюю зарю, Что утром солнца луч мне сердца смотрит снова. Тебя благодарю за ласковый простор, Свободного, как мысль, немолкнущего моря, За то, что я дышу дыханием этих гор, Влекущих к высотам от низменного горя. Благодарю за то, что каждый мой порыв Встречает отклик свой здесь, в голосах природы, За то, что буйный пыл страстей угомонив, Я сознаю теперь, как мелки все невзгоды. О, будь благословен за то, что мне открыл, Хотя на склоне лет души бессмертной очи, За то, что павший дух к полету окрылил туда, За рубежи земной мгновенной ночи. Под сенью веры Бессмертна жизнь, Она в природе волной предвечной разлита, В порывах к правде и свободе, Души бессмертия не мечта, Лежит везде, куда б ни глянул, Завет бессмертия на всем, Не может быть, чтобы в бездну канул я, Расставаясь с бытием. Небытие для связей тела, Но был и будет жив мой дух, Для жизни духа нет предела, Как нет на свете истин двух. Ложь, все, что дух туманит мглою, Все ложь, что мыслям цепь кует, Умру, прозрю, Передо мною ни тайн не будет, Ни невзгод, Бессмертна жизнь, Нет духу смерти, Преград нет мыслей роковых. О, верьте, други! Братья, верьте! Бог, Бог не мертвых, а живых. Жив Бог мой и душа жива, Не Бог сурового мщения, Не грозный Бог игова, А Бог любви и все прощения. Бог, озаривший мрака зло Своим благим заветом новым, Тот, чье увенчано чело Венцом страдания терновым. Бог, ливший свет любви своей В наш темный мир враждой объятый, В мир обезумевших страстей Из-за грехи его распятый. Бог, победивший смертью смерть, Отверзший покаяние двери, Возмездия сокрушивший твердь, Изрекший, дастся вам по вере. Бог, осушивший море слез, Своей страдальческой кровью, Чье имя вечное — Христос, Сияет вечной любовью. Он приходил не к тем, Кто горд своим умом и знанием тленным, Не к тем, кто счастлив и богат, А к угнетенным и смиренным. Не жертвы милости хотел, К тем, проникая чутким слухом, Кто был из малых меньше всех, Богатый сердцем, нищий духом, К тем, кто под жизненным ермом Стоял над бездною падения, К тем нес он правда семена И свет любви и возрождения. Он говорил, Кто удручен, обременен, Скорбит душою, Придите все ко мне, И я вас в лоне веры упокою. Горят учителя слова Неугасимыми огнями, Он всех зовет на путь любви, В день скорби он повсюду с нами. Русский паломник, Номер 29, 1913 год. Беззащитная. Рассказ священника Сосунцова. По окончании курса семинария Василий Соловьев был посвящен Восвященника к церкви села Высоковки. Сам он был сирота, Невесту сосватал тоже сироту, И поэтому первое время службу Постоянно жил в нужде. Но вот прослужил он на одном месте, Жился с приходом, Заслужил расположение и прихожан, И начальство своей исправностью По церкви, по школам И по другим своим обязанностям. Вместе с подъемом авторитета У отца Соловьева Улучшался и достаток. Появилась и приличная одежда, И обстановку в квартире Можно было уделить кое-что и бедным родственникам. Но вдруг, совершенно неожиданно, Негаданно стряслась с ним беда. На третий день Пасхи, По установившемуся в Высоковском приходе обычая, Причт ходил с иконами По небольшой приходской деревне Пожне, Отстоявшая от приходского села В трех верстах, Но отделявшейся от него Небольшой речкой, По берегам которой тянулись На целые десятки верст Поемные луга. В летние жары Речка сильно мелела, Ее можно было во многих местах Переходить вброд, Но весной она разливалась На целые десятки верст По низким лугам. Через эти залитые луга И нужно было переплывать из села В две приходские деревни Заречную и Пожню. На второй день Пасхи Высоковский Причт Обходил Заречную, А на третьей осталась Пожня. Ночевать священник с дьяконом Переехали домой, А в соломщик остался ночевать в Пожне, Где у него было немало приятелей и крестьян. Утром около четырех часов Священник с дьяконом Собрались в путь И пошли к реке. Там их уже ждали Перевозчики на маленькой лодке. Ветер на просторе гулял по воде И поднимал груды белых волн. Отец дьякон высказал опасение Плыть в такую непогоду На утлой лочонке. Но батюшка не хотел заставить Напрасно ждать себя целую деревню. Он знал, что запоздай Прид часов до девяти утра. Крестьяне не вытерпят И напьются. А ходить с иконами При пьяном народе На манер картины Крестный ход Перова Жутко и неприятно. Того же мнения держались И встречавшие в лодке Перевозчики. И они рассеяли опасения Отца дьякона, Указанием на то, Что через реку переехать недолго, А на лугах воды Не более двух оршин. И утонуть невозможно. А позже стояла Напротив села И своим видом Рассеивала тревогу. Путники сели в лодку. Благополучно переплыли Ложи реки И большую часть лугов. Лодку кидало ветром Волны хрестали Через низкие борта, Но перевозчики умело Лавировали между грядами волн И до деревни Осталось менее полуверсты. Вдруг ветром Занесло лодку Наметавшееся по воде Откуда-то оторванное бревно И лодку перевернуло. Все бывшие в ней Чутились по грудью в воде. Перевозчики занялись Перевертыванием лодки. А священник с дьяконом Ради ускорения выхода Из холодной воды Пошли в деревню По высунувшейся Узкой гриве лугов. В деревне они Наскоро обсушили одежду, Переменили белье И пошли по домам с иконами. Весь день проходили по деревне, А к вечеру кончили ход. Благополучно возвратились домой, Тем же путем И были довольны И причст, и прихожане. В ночь с батюшкой Сделался потрясающий озноб, А за ним страшный жар. Положение больного На другой день ухудшилось, А приехавший на третий день Доктор определил у него Воспаление легких. Прохворал отец Василий Пасху, А на Фоминой неделе скончался. Осталась после него Матушка Анна Михайловна До трое детей, Из которых только старшая дочь Поступила в випархиальное училище, А двое были совсем малолетки. Смерть отца Василия Была так неожиданна, Так скоро постижна, Что матушка Анна Михайловна Не могла понять случившейся беды. Она ходила словно в бреду И не могла понять Самого простого вопроса. Она словно без сознания Смотрела, как положили мужа в гроб, Как съехали соседние священники, Как опустили его после отпевания В могилу. Чужие люди распоряжались Сей церемонией, А матушка только давала то, Что у ней требовали. А требовали много. Нужны были деньги на гроб, На рытье могилы, На устройство поминального обеда, На чаи могильщикам, Носильщикам, Звонарям, Емщикам, Собравшегося духовенства, И всем, Кто только хотел получить Что-нибудь сосиротевшей семьи, Пользуясь таким благоприятным случаем. Не с особенной охотой Съехал из духовенства На похороны своего собрата, Сделав это из боязни благочинного. А ближайший сосед Высоковского прихода Не дождался похороны И отправился в Эперхиальный город К архиерею подавать прошение О перемещении в Высоковку. Давно обремененный семьей Отец Назарий пытался бежать Из своего бедного неелого. Да все опаздывал со своими прошениями И потому теперь решил предупредить Всех кандидатов на открывшееся место. Погоревали, съехавшись на похороны К рано умершему сослуживцу. Собратья покачали головами, Развели руками, Сказали два надгробных слова, Помянули за горячим столом И кушаниями, и напитками, А потом разъехались, Сказавши на прощание Обдавевшей матушке Несколько назидательных слов О необходимости терпения В перенесении несчастья. Один из отцов дьяконов во все время обеда Не сводил глаз с приглянувшегося ему Новенького буфета И при прощании не утерпел справиться О цене этой вещи, Которую без сомнения Матушка должна будет продать. По примеру, дьяконы и другие Справились о времени продажи Матушкой одежды покойного И разных хозяйственных предметов, Прежде необходимых, А сегодня ставших излишними. Молодая вдова, сдерживая слезы, Просила любопытных покупателей Обождать хотя некоторое время И дать ей срок Опомниться. Уходя, один из вспоминавших покойного Довольно явственно пробурчал. Теперь покупает, Так не хочет продавать, А там сама придет с просьбами, Да, пожалуй, никто и не возьмет ничего. Не умеет беречь добра нажитого мужем. Услыхала такое замечание матушка И проглотила горечь обиды. Да и что бы она могла сказать? Наконец распрощались все Отпевавшие покойного, И матушка осталась одна. Тут только она поняла Ужас своего положения. Одна, беззащитная, Оставленная всеми И на руках трое детей. Она бросилась на колени Лицом к иконе и повторяла «Господи, что это?» Обливаясь слезами, Она не чувствовала, Как тянула ее за рукав Младшая дочурка Маня, Как сыпала старшая Катя И могла говорить только «Господи!» Неизвестно, Долго ли пробыла бы Анна Михайловна В таком положении, Если бы не вывела ее Из этого состояния Резкий окрик работницы. «Пойди-ка ты, матушка, в кухню!» Староста церковный Тебя требует!» Убитая горем Бессонными ночами, Пережившая столько Тяжелых впечатлений За короткое время, Матушка, пошатываясь, Вышла в кухню. К ней навстречу Подошел пожилой мужик. «Что ты, Семен Петрович?» Обратилась матушка К церковному старости, Бывшему в доме священника, Довольно близким И уважаемым человеком. «Да, вот насчет коровы я...» «Пять продавать ее станешь, Теперь держать ее не с руки, Так я бы для одного человечка Взял бы у тебя ее. По уважению к покойному батюшке И вашей нужде, Сиротской-то жалеющей, Тот человечек полсотни Даст за корову». Несмотря на горе, Заявление мужика обидело вдову. «Побойся Бога, Семен Петрович!» «Ведь в прошлом году Мы дали за корову 80 рублей, Она у нас справилась, А ты даешь 50 рублей, Но старо стоять им отнюдь Не был разубежден. «Да ведь то батюшка был жив, А теперь твое дело сиротское, Мне ведь корову не нужны, Я только, пожалуйста, К вам хочу помочь тебе». «Да погоди ты немного, Дай одуматься!» Просила Анна Михайловна, Но мужик настойчиво советовал Продать корову теперь же. Видя, что матушка стоит на своем, Он переменил разговор И, переминаясь с ноги на ногу, Заговорил другим тоном, Не то просьбы, Не то извинения. Было заметно, Что в нем борются два чувства, Желание поставить на своем, Пользуясь преимуществом Своего положения, И чувство невольного стыда Перед притеснением Беззащитных сирот. «А вот тут мужики калякали, Как насчет дома, То есть, значит, Когда ты съедешь из него? Потому как дом для священника, Так, значит, Тебе его Надо теперь освободить». Удар нанесен был совершенно неожиданно, Но матушка ухватилась За когда-то Ею где-то слышанное мнение, Что до шести недель Вдова может оставаться На квартире своего мужа. Она сказала об этом старости. Тот недоверчиво покачал головой. «Не знаю, Есть ли такой закон. По-нашему дом для папани, Для пападьи. Умер поп, Нам другого пришлют, Значит, ему и помещение нужно». «Ко мне вот третьего дня Заходил Ниеловский батюшка. А счастливый человек Пришел и за венцом послал, Угостил нас, Не погнушался И сам с нами выкушал. Так он говорил, Что беспременно его назначат сюда И просил маленько подновить кое-что. А ведь если ты будешь жить тут, Как же мы будем подновлять? «Да ведь как же, Законно это есть!» Снова возразила вдова. «Какой там для тебя закон?» Наставил мужик. «Твой закон был муж, А теперь для тебя одна юдоль. Для нового священника закон, А тебе уж его никак нет». Матушка начинала опасаться, Как бы в самом деле Ее на другой день Не выгнали из дома. И попробовала обратиться К сердцу крестьяна Указанием на то, Что у ней теперь нет Никаких средств на квартиру. Но это только дало возможность Старости настаивать На продаже коровы. Во избежание всяческих неприятностей Пришлось согласиться На продажу за предложенную сумму. А староста обещал Поговорить мужикам Не трогать пока Старую попадью. Не успел староста Выйти за двор, Как работница Настойчиво потребовала От матушки расчета На том основании, Что теперь вдове Платить будет нечем, А жить даром Никому неохота. Из последних грошей Пришлось работницу рассчитать И остаться одной С маленькими детьми Ночевать в опустелом доме. С вечера вдова Занялась уборкой в доме И провозилась с ней До поздней ночи, Но уснуть не могла. Напряженные нервы Не могли успокоиться, И вдова встала утром На новое горе. Но горе горем, А забота идет Своим чередом. Нужно освоиться Со своим положением И подумать о дальнейшей жизни. Ни совета, ни указаний Искать не у кого, Кругом или ничего, Не знающий в делах народ Или боящийся Всякого бумажного дела. А по смерти мужа Как раз и приходится Заняться этими делами, В которых обыкновенно Женщина ничего не понимает, Так как она отстранена Решительно от всяких Общественных дел. Нашелся у матушки Доброжелатель-псаломщик. Он пришел к ней Сказал по делу, Что сам знал, Куда обратиться, О паспорте с прошением, У кого просить пособие Из попечительства Сиротых духовного звания. Но он написать Ничего не мог. Впрочем, По доброте сердца Он кое-что мог бы разузнать От кого-нибудь Из соседних священников. Но тут неожиданно Явилась жена-псаломщика. Она преревновала мужа Ко вдовой попаде И воспретила ему Показываться в доме священника. Матушка увидела перемену В псаломщике, Но никак не могла понять, Почему он стал ее избегать. Попробовала она сама Зайти в дом псаломщика, Но и там видела Недовольное лицо Жены-псаломщика И его какую-то Напускную черствость. Лишившись последней опоры, Анна Михайловна Решила просить Советов и указанию Благочинного. Приехала она К отцу Благочинному Не во время. Он отдыхал После обеда. И потому Анне Михайловне Пришлось ждать Пробуждения его Не менее двух часов. Но и пробудившись Благочинно Немного облегчения Доставил Просительница. Он заявил, Что свое дело Сделал, То есть Донес О смерти Отца Василия И сдал Церковное имущество На хранении Ближайшему соседу Отцу Назарию. А дальше Он ничем Помочь не может. Припоминая Наставление Псаломщика, Матушка Попросила Удостоверения Об имущественном Положении, То есть О своей бедности И черновики Прошение В попечительство И в консисторию О назначении Ей с детьми За службу Мужа Пенсии В размере Сто рублей В год. Благочинно Нехотя Исполнил Просьбу И сухо Простился С матушкой. Нужно было Ехать в город Хлопотать О каком-нибудь Пособии Об опеке Над детьми И над оставшимся Имуществом. Время шло Тайли и деньги Полученные за корову Приходилось продавать И другое имущество. Первым явился Дьякон Покупатель Буфета. Вещь была Совершенно новенькая И заплачена 50 рублей. Дьякон Держал себя По отношению К матушке Довольно почтительно Но за буфет Назначил только 10 рублей. Сколько Не доказывала Матушка Незначительность Такой цены Но покупатель Однако остался Все же на своем. У себя В селе Он хвалился Приказчику Винной лавке Своим умением Купить дешево И любовался Новой вещью. Приказчик Престыдил Дьякона Тем, что Он выторгал Буфету Беспомощной Вдовы. Но Дьякон Искренно верил В свою доброту. Ведь если бы Я не купил Буфет Так его Пришлось бы Изрубить на дрова Потому что Такую вещь Вдове держать Негде Рассуждал Дьякон А 10 рублей Деньги Их на полу Не поднимешь. И он был По-своему Прав. Другие Покупатели Тоже старались Подешевле Купить всякую вещь И говорили О своем благодеянии Сиротам. А один Из покупателей Напомнил Матушке Что она не имеет Права ничего Продавать Без разрешения Попечительства. А когда Это разрешение Придет То вещи Новый священник Выкинет на двор И они Потеряют Всякую цену. Из всех Разговоров Выходило Что все Для сирот Благодетели. Все. А и сироты Пользуются Благодеяниями Посторонних Лиц. А между тем Не чувствуют Никакой Благодарности. Незавтра Сорокового Дня После Кончины Отца Соловьева Высоковку Был назначен Новый Священник Тот самый Отец Назарий Который Поспешил С подачей Прошения К архиерею. Получив Указ Отец Назарий Незамедлил Явиться В свой Новый Приход И Первым Делом Предложил Вдове Своего Предшественника Очистить Квартиру Сказал Он Об этом Мягко Кротко Но Настойчиво Сами Знаете Говорил Новый Батюшка Человек Я Много Семейный Достатков У меня Никаких Нет И Денежки Приходится Беречь Теперь Мужички Перевезут Меня Со всем Скарбом Даром А там Начнется Синокос И Придется Платить За подводу Втридорого Я Конечно Понимаю Ваше Положение Но Ведь Приход Может Потребовать Чтобы Я Скорее Переезжал Сюда Отец Назар Потирал Руки Заискивающе Заглядывала Аня Михайловна В глаза Но Упрашивал Ее Очистить Дом В Возможной Скорости Волей Неволей Пришлось Матушке Нанять Пустовавшую Крестьянскую Избу И Перебраться Туда С детьми Горько Было Ей Уходить С насиженного Гнезда Где Она Прожила Лучшие Годы Своей Жизни Не Ценя Впрочем Их Своё Время И Вспоминая Теперь О них Как О Золотой Паре Особенно Надрывали Ее Сердце Дети Несмотря На Свой Нежный Возраст Они Начали Понимать Какая Страшная Перемена Произошла С ними После Смерти Отца Над Каждым Уголком В доме Они Останавливались Плакали И Целовали Каждую Стену Каждое Окно Анна Михайловна Выносит Из комнат Оставшиеся Вещи Взглянет На Плачущих Детей И Зарыдает Горькими Слезами А Мужик Перевозящий Остатки Батюшкиного Добра Торопит Скорее Складывать Вещи На Телегу Перевезла Матушка Свой Скарб В новое Помещение И Бегом Убежала На Могилу Мужа Упала На И Впала В забытье Долго Лежала Она Без сознания На земле Плакали Без нее Ребятишки В неприберной Избе В слезах Повалились На пол И заснули Матушку Разбудил Вечерний Холод Она Встала С трудом Припомнила Где она И едва Добрела Домой Здесь Она Кое-что Прибрала К месту Поставила Детям Кроватки А сама Легла Возле них На полу Истомленная Всеми Час после болезни Мужа Заснула Крепким Сном И проснулась Эка утром С довольно Свежими Силами Для нее Началась Теперь Новая Жизнь Полная Скорби И лишений Но Не за себя Страдала Анна Михайловна Ей было Горько Видеть Лишение Детей По привычке Просивших То одного То другого Чего теперь Мать им Достать Не могла Мама Испеки Сладкую Лепешку Как прежде Ты пекла Просит Младший Роет лицо рукой И заплачет А мальчик Потупится И не понимает Почему мама Прежде была Такой доброй А теперь Стала Скупой Средств Совсем Не оставалось И Анна Михайловна Решила Ехать В город Хлопотать О каком Нибудь Пособии Соседки Крестьянки Взялись Посмотреть За детьми А сама Мать Нашла Попутчика До губернского Города И на Вазу Мачалы Поехала В город Хлопотать До города Было только 50 верст Но на вазу Пришлось Ехать Почти Сутки Ночевала Анна Михайловна В дороге И рассчитывала Что ей Это даже Удобнее Так как В городе Лишний день Стоит денег А теперь Она приедет Утром И попадет Прямо Во все Нужные Присутственные Места Отправилась Она с дороги И первым делом Направилась В консисторию Она думала Что ей Сейчас примут Ее И исполнят Ее просьбу Но на деле Вышло Совсем Не так В консисторию Она явилась В половине Первого А прием Всяких Прошений Производится Только До 12 часов И просила И кланялась Анна Михайловна Сторожам Но ей Приказано Было явиться Завтра Непременно К половине Двенадцатого Пошла Удрученная Просительница В попечительство Но там Она застала Только песцов Которые Ничего Сделать Не могли Члены Попечительства Бывает В неопределенное Время И потому Нужно угадать Когда кто-нибудь Из них придет Песцы Спросили О чем Хлопочет Молодая Женщина И посоветовали Наведаться В попечительство На другой день Целую Неделю Довелось Матушке Прожить В городе Для подачи Нужных Прошений И она И страдалась И телом Ночуя На постоялом Дворе В грязи В духоте И духом Думая О своих Детишках Оставшихся В селе Подала Наконец Нужное Прошение А в том числе Назначение На место Просворни На этот раз В попечительстве Оказалось Целых Три члена Один из них Взял Прошение И посоветовал Лучше проситься В учительнице Анна Михайловна Ответила Что она Нигде Курса Не кончила Чему Члены Немало Удивились Отцы И начали Выражать Недоумение Как эта Жена Священника Не получила Образования Когда в Нынешнее Время И жены Псаломщиков Ипорхиалки Долго Рассуждали Батюшки О пользе Учения И частности О благодетельности Ипорхиальных Училищ Для духовенства А вдова Попечитель Почтительно Стояла Перед батюшками И думала Когда они Ее отпустят Но спросить Об этом По всем Приметам Было невозможно Так как Пока говорит Начальник Подчиненный Должен Молчать Это правило Наблюдается Везде А в духовном Сослове Преимущественно Наконец Анна Михайловна Было объявлено Что она должна Сначала научиться Печь просворы Сдать экзамен В женском монастыре И тогда Только она Может подать Прошение Господи Всплакнула Вдова Жила Я здесь Целую неделю И за это время Могла бы Выдержать Надлежащее Испытание Так как Обходиться То с тестом Она умела Всегда Пошла Матушка В монастырь И на счастье Там встретила Монахиню Бывшую Когда-то В доме У Усоковского Священника В приходе С чудотворной Монастырской Иконой Там Мать Или Конида Захворала И матушка Положила ее У себя В доме Через Мать Или Конида Постаралась Отплатить Овдовевшей Жене Священника Она И схлопотала И помещение Для ночлега С просвор Не монастырский Обед Через Три дня Анне Михайловне Дано было Удостоверение В умении Печь Просфоры И угнетенная Бесправная Женщина Почувствовала Хотя маленькое Право На долю В общей Жизни Человечества Доброта Монахини Среди Ненавистных Взглядов Большинства Надежду На возможность Сиротского Житья Подала Она Прошение В попечительстве О месте Просворни И поплелась С попутчиками Пешком Домой Хотя И рвалось Ее сердце К детям Но она Рассчитывала Что сбереженный Ею полтинник На подводе Даст ей возможность Чем-нибудь Утешить Своих Бедняжек Сирот Она боялась Что христианкам Надоест Возиться С ее Ребятишками И они Бросят Их На произвол Судьбы Но дома Она Убедилась В обратном Привыкшие К постоянному Горю Крестьянки Заботились О попятах Больше Чем О своих Детях И Анна Михайловна Долго Долго Плакала Слезами Умиления Обнимая Своих Детишек И благодаря За них Сердобольных Соседок Теперь Она Попала В разряд Кандидаток На место И стала Терпеливо Ждать Его А соседки Полюбили Ее И делились С ней Той Незатейливой Пищей Которой Довольствуются Крестьяне Тяжело Было Жить Вдовой Матушке Но Она Теперь Надеялась Получить Место Просворни А вместе С тем Надеялась На улучшение Своего Материального Положения Знала Она Что Печенье Просвор Даст Ей Слишком Мало Но Надежда На улучшение Какое Быто Ни Было Давала Ане Михайловне Силы Терпеть Свою Нужду Одно Пугало Вдову Пошлют Ее На должность Просворни Куда Недалеко И Не Увидит Она Могилы Мужа А дети Могилы Отца Но Не о Смерти Приходилось Уже Думать Теперь О жизни Детей Малюток А Потому И Далекое Место Для Матушки Казалось Желанным И Его Она С Нетерпением Ожидала В Страну Лучей Статья Поселенина Глубокая Пропасть Разделяет Отношение К смерти Простых Неученых Людей Крепких Однако Своими Верованиями Своим Стройным Миросозерцанием От Отношения К смерти Кругообразованного Но Безверного Или Маловерного В Отношении Первых К смерти Много Мудрого Много Здравого Смысла С первым Проблеском Сознания Эти люди Сказали себе Что они Родились Для того Чтобы Умереть Что Смерть Неизбежна И Что Важнее Всего Смерть Ведет От земных Испытаний К небесному Нескончаемому Блаженству И Без Сякой Горечи Такие Люди Говорят О своем Смертном Часе Заранее Делают Все Свои Распоряжения Заботой Выбирают Корбин Можно сказать Последний Их Переход От временного Бытия К безбрежному В безбрежную Громаду Неисходимой Вечности Есть Какое-то Особое Благородство Какая-то Душевная Красота В мужественном Отношении К смерти Когда Ей Так сказать Смотрят Прямо В глаза И Как Наоборот Грустно Смотреть На тех Людей Которые Как бы Отпихивают От себя Мысль О смерти Не желают Твердо Ясно И определенно Сказать Себе Я умру А точно Внушают Себе Фальшивую Бессмысленную Мысль Я буду Постоянно Жить Смерть Меня Минует И Сколько Происходит Из-за Такой Трусости Перед Смертью Не только Осложнений Но и Величайших Жизненных Драм У Одной Матери Двое Детей Один Сын Непочтительный Злой Прекрасно Устроившийся В жизни И вовсе Отдавшая Матери Всю Свою Жизнь Красившая Ее Существование Ради Нее Отказавшаяся От Личного Счастья Матерь С трусости Перед Смертью Не делает Духовного Завещания Умирает И По закону Все Наследует Непочтительный И богатый Сын А дочь Получает Ничтожную Часть Наследства И Остается В нищете Бывает Так же Что Кто-нибудь Возьмет Сиротку Чтобы Устроить Ее Судьбу И Отказать Все Своё Состояние Воспитает Приучит К тому Роду Жизни Которого Эта Сиротка Никогда Не пробовала Бо В своей Среде И От страха Перед Смертью Не сделала Вовремя Завещание Оставляет Ее Совершенно Беспомощную С разбитым До конца Дней Существованием Ужасное Впечатление Производит Смерть Человека Который Жадно Цепляется Спасли Из уст которого Вырывается Полное Отчаяние Слова Я Жить Хочу И Насколько Осмысленно Прекрасно И благородно Та Тихая Кончина Когда Человек Покончив Земными Счетами Простившись Со Своими Близкими Не Только Без Страха Но И В Тихой Радости Ждет Последнего Мгновения Жизни Которая Приближает Его К счастливому Вступлению В вечность И Весь В эти Минуты Уже Погружен В упование Нескончаемого Блаженства Такая Картина Высоко Настраивает Всех Присутствующих И Является Для них Живым Доказательством Потустороннего Существования Среди Многих Других Мудрых Народных Обычаев Давно Пора Нам Понять Инородные Отношения К смерти В русской Душе Есть Какое-то Тяготение К могилам Предков Тяготение Объясняемое Тем Что Этих Могил Человек Чувствует И Я Должен Тут Лечь Все Покой Мой Здесь Силюся И Все Люди Жившие Для Бога И На Земле Вкусившие Сладость Небесного Жития Все Эти Люди Старались Себе Всячески Напоминать О Смерти Вспоминается Трогательный Образ Одного Из Величайших Русских Праведников Преподобного Серафима Саровского В последний День Своей Жизни Несколько Раз Выходил Он На то Место Которое Избрал Себе Для Погребения И Долго Стоял Неподвижно Сматриваясь В него А сколько Праведников Имели У себя В келии Заранее Сделанный Их же Собственными Руками Гроб Который Часу Помни Последняя Твоя И Не Согрешиши Действительно От Скольких Ошибок Могло Предохранить Нас Постоянное Сознание Может Быть Сегодня Я Доживаю Последний Мой День Случалось Ли Вам Когда Нить Узнать О Внезапной Смерти Человека Которого На Днях Вы Видали Здоровым И Сильным И С Которым Вы Обошлись Не Так Как Следует Чем Нибудь Обидели Не Приходилось Ли Вам С чувством Горького Самоупрека Говорить Себе Если Бо Я Знал Что Это Наше Последнее Свидание Но Уже Поздно Смерть Сделала Своё Дело Человек Лежит Перед Вами Бездых Анны И Вам Некому Рассказать И Того Раскаяния Которое Вас Смутило И Нет Способа Загладить Свою Вину Если Что Нибудь Мелочное Низкое Охватывает Вашу Душу Волнуя Нечистыми Движениями Ваш Внутренний Мир Как Вдруг Внезапно Протрезвляясь Вы Чувствуете Наступающее Просветление И Как Самое Неодолимое Искушение Кажется Вам Гнусным Смрадным Не И 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 Когда Вликование Неба Ждет Его Христос И Окружающие Христа Дорогие Для Него На Земле Утраченные Во Христе Жившие Люди И Вот Он Определил Себя На Муку И Знает Что Завтра Уже Публично Перед Всем Городом И 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 Перейдет В Вечность Как Божественно Настроение Этого Человека Ему Кажется Что Ноги Его Еле Касаются Земли Душа Его Уже Там И Отходя От Земли Без Горечи Он Посылает Ей В лицо Всякого Встречного Человека Последний Привет Последние Слова Благоволения Может Ли Он Сердительно Того Кто Его В этот Последний День Жизни Заденет Или Оскорбит Как Это Временное Унижение Тает В лучах Пречувствуемой Им Божественной Славы Так И Мы Если Бы В жажде Соединения С Богом В жажде Скорейшего Начала Для Нас Вечной Жизни Мы Живо Ощущали Близость Своего Конца И Близость Небесной Поры Нашего Существования Как Бы В этом Счастливом Пречувствии Таяли Для нас Все Земные Горести Огорчения Испытания Мелкие Переходящие Укоры Которые Мы По неразумию Придаем Столь Преувеличенное Значение И Мы Могли Бы Тогда Проходить Через Жизнь Подсмеиваясь Над Всем Земным Над Всем Чего Так Жадно Ищут Чему Так Безумно Поклоняются Люди Что Для Меня Внимательность Или Холодность Людская Когда Меня Забота Ожидает К Себе И Во Вся Минуту Моей Жизни Занят Мною Царь Славы Которого Со страхом Окружает Несмеющие Взирать На него Полчища Ангелов Будет Ли Помнить О Ничтожном Оскорблении Какого Либо Мелкого Человека Тот Который Только Что Осыпал Знаками Внимания Своего Земной Царь И В Радости Этого Отличия Не Улыбнется Ли Он Этому Своему Обидчику Так Великое Благодушие Ровность Нрава Отрадное Спокойствие Стали бы Нашими Душевными Уделами Если бы Мы Ближе И Сильнее Пречувствовали Вечность И Какое Нескончаемое Утешение Представляет Собой Живое Пречувствие Вечности Для Людей Несущих Тяжелые Испытания Будут ли Это Испытания Чисто Внешнего Характера Бедность Одиночество Или Менее В житейском Смысле Ужасное Но Для Сердца Не менее Тяжкое Испытание Как Разочарование В дорогих Людях Одиночество Отзывчивое Стремящееся К беззаветной Любви Души Ведь Все В чем Отказала Нам Земля В наших Святейших Мечтаниях Все Нам Отдаст Вечность В самой Исключительной Полноте Будем Жить Полно И бодро Широко Наслаждаясь Всем тем Чистым Что заложил Господь В мире Что дал Оценить И понять Нашей Душе Но От всех Земных Испытаний От всех Терний Которые Уже потому Неизбежны В нашем Земном Пути Что этот Путь Проходит По земле Во всех Мелких И тяжелых Горестях Нашей Жизни Будем Говорить Себе Я Утешусь Я Отдохну Я Успокоюсь Потом И пусть Это потом Будет для меня Нечем-то Далеким И страшным А близким Желанным Дорогим Будет Потом Царство Славы Открытое Для нас Христом Будет Потом Лучезарный Рай С Его Святыми С общением С дорогими Для нас Людьми Которые Только Там Увидят Всю Нашу К ним Любовь И откликнуться Нам Всей Полнотой Святейшего Чувства Это Потом Нескончаемые Гимны Ангельских Ликов Это Потом Та Счастливая Судьба За которую Для нас Боролся Христос Когда Взошел На Крест И Как Должно Быть Великое Неворозимое Это Счастье Открываемое Нам Смертью Если Оно Куплено Столь Исключительно Столь Неслыханную Столь Невыразимую Ценою Христово Площения Христово Страдания Христовой За нас Излиянной Крови Отец Арсений Часть Третья Дети Отец Платон Скорено В старинном Патериконе Прощел я Когда-то Сказанное Святыми Отцами О том Что Господь Предоставляет Каждому Человеку Возможность Оглянуться На пройденный Им жизненный Путь Осмыслить Его И определить Своё отношение К Богу Сделать Шаг К познанию Господа Или Оттолкнуться От Него В жизни Постоянно Происходят События Которые Дают Возможность Всем нам Ощутить И осознать Бога И прийти К Нему Право Выбора Принадлежит Человеку Господь Создавая Вокруг Человека Цепь Определенных Событий Хочет Помочь Мечущейся Человеческой Душе Прийти К Нему И вина Наша Если мы Оттолкнем Путь К Спасению В моей Жизни Было Несколько Таких Переломных Моментов Когда Мне Предоставлялась Возможность Решать Куда Идти Дважды Так Мне кажется Оттолкнул Я Протянутую Мне Нить Истины Но Господь Был Милостив И еще Еще Раз Выводил Меня На Дорогу Веры Благодаря Милости Этой Стал Я Верующим Христианином А потом И Иереем На пути К вере Встречал Я Людей Замечательных Истинных Помощников Бога Которые Много Помогли Мне Многому Научили И Примером Своей Жизни Показали Что Такое Христианин Так Говорил Мне Отец Платон Временами Замолкая Задумываясь А потом Опять Продолжая Рассказ Высокий Крепко Сложный С открытым Типично Русским Красивым Лицом С серыми Глазами В которых Жило Упорство Сжатыми Губами Он Производил Впечатление Волевого Человека Готова Преодолеть Любое Препятствие И в то же Рассказывать Получается Вроде бы Сложно А в жизни Все куда Проще Складывается Ленинградский Я из детского Дома Кончился Милетку И пошел Работать Слесарем На оборонный Завод Поэтому И в армию Не взяли В мирное Время В партию Не успел Вступить 23 год Только шел Когда война Началась Но всегда Был в активе В школе В пионерах В комсомоле В танцах Массовках Вылазках И во всем Прочем Старался Быть первым Сейчас Уже Скрывать Нечего За девушкой Много Ухаживал Да и они Меня не забывали Модно было В те времена Занимать Антирелигиозной Пропагандой Ну и я тут Был не из последних В 41 году Как война Грянула Я сразу же Добровольцем Пошел Сильный Здоровый Назначили Меня в разведку Целый год Воевал И все Благополучно Ни ранения Ни царапины Серьезные Тогда думал Везло Убила командира У нас снарядом Назначили Нового лейтенанта Увидели мы в нем Этакого интеллигента Чистоплюя Или как тогда говорили Из чистеньких Невысоких Удащавый Щупленький Разговор ведет Культурно Без ругательств Задание дает Словно чертеж Выписывает Точно Ясно Требовательно Нам то Обстрельным солдатам Показался он Хлипким Несерьезным Сидит И в блиндаже Каждый распоряжаться Может А как в разведке Себя покажет Но удивил он нас В первый же выход В разведку Про хорошего солдата Говорят Не воевал А работал Лейтенант наш Именно работал Как артист Бесстрашен Осторожен Аккуратен Ходит Как кошка Ползет По земле Словно змея Солдат Бережет Сам за других Не прячется А старается Где надо первым Идти Недели через три Пошли мы В дальнюю разведку По немецким тылам Трудный Опасный поход Обыкновенно Уйдут группа Человек 60 Данные По рации Сообщает Но в большинстве Случаев назад Не возвращались Гибли Вышло нас Лейтенантом Восемь человек Прошли линию фронта Двоих потеряли Оторвались От немцев Зашли в тыл К ним Благо местность Лисистая И стали вести Разведку Ходили шесть дней Каждый день Сведения По рации Передавали Но потеряли В стычках С немцами Еще троих Осталось Нас трое Лейтенант Александр Андреевич Каменев Сержант Серегин И я Получили приказ Идти к своим Легко сказать Идти Немцы Нас ищут Ловят Они верят Тоже не промах Пробрались К переднему краю Дождались ночи Залегли Изучаем обстановку Где перейти Выползли на нейтральную Полосу Тут-то нас Немцы И обнаружили Залегли мы В воронку В начале Немцы Артиллерийский Обстрел Полосы Повесили над головами Осветительные Ракеты И поливают Пулеметным Огнем Тут-то меня Контузило Серегин Из воронки Незаметно ухитрился Уползти к нашим А я с лейтенантом Остался Я почти все время Терял сознание Лейтенанта Лико ранили в ногу Пришел я на мгновение В себя и подумал Уползет он Как Серегин Понимая Что и выхода У него другого нет Расстелил он Плащ-палатку Меня на нее затолкал Неудобно все это делать Воронка неглубокая Сам распростался И как только Стало меньше Света Потащил меня Я ему говорю Брось Оба погибнем Где тебе Я тяжелый А ты вон какой маленький Ничего Бог поможет А тащить надо Метров двести Немцы заметили движение Усилили обстрел Из орудий Осколки Как горох Кругом сыпется Пулеметной очередью К земле Прижимает Земля Фонтанчиками От пуль Сдымается Впал я В беспамятство Временами Приходя в себя Слышу Сквозь какой-то Туман взрыв И чувствую Что волокут Меня по земле К своим ли К немцам Ребята потом Рассказывали Что никто Понять не мог Как меня Такого здорового Щупренький Лейтенантик Довелок Разговора Об этом счастье Было много Лейтенанта И меня За успешную Разведку Наградили Орденами Красного Знамени Отлежался Я и опять В разведку Смотрю На лейтенанта Влюбленными Глазами Стал Благодарить Его А он Мне с улыбкой Ответил Видишь Платон Бог-то Нам помог Мне его Ответ Шуткой Показался Стояли мы Тогда в обороне Силей накапливались Всем фронтом Послали нас Опять По тылам Немцы стали очень осторожны Кого не посылали Все гибли Знаем Что идем На верную смерть Но приказ Есть приказ Надо идти Вышел нас Шесть человек И забегая Вперед скажу Все шесть И вернулись В дивизии Этому удивлялись И сведения Добытые нами Оказались Крайне важными И притащенный язык Сообщил что-то Очень нужное Для меня Этот поход Оказался Исключительным Так как Это было В какой-то степени Началом Моей Новой Жизни Это была Та ступень С высоты Которой Я должен Была Смыслить Что живу Не так Как надо Забрались Мы в этом Разведпоиске Километров За тридцать От фронта Добрались До какого-то Села Подошли На окраине Церковь Стоит Почти у Самого леса Четверо Солдат Пошли на Разведку К селу А я С лейтенантом К церкви Тихо Тихо Кругом Луна Неярко Светила И крест С куполом От этого Сверкания Серебристым Синеватым Светом И мне Думалось Что нет И не должно Быть сейчас Никакой Войны Где люди Режут Бьют И убивают Друг друга Но Автомат Висел На шее Сбоку На ремне Армейский Кинжал Сзади Автоматные Диски И со всех Сторон Окружала Притаившаяся Смерть Лейтенант Пошел К церкви Прячась За деревьями А я Стал Обходить Погост Но не дошел И вернулся Назад Смотрю Стоит Лейтенант У дерева Смотрит На церковь И крестится Голова Поднята Крестится Медленно Истово И что-то Полушепотом Произносит Удивился Я этому Страшно Лейтенант Образованный Бесстрашный Хороший Солдат И вдруг Такая Темнота Несознательность Хруб Ветли Подошел Сказал Шуп Продолжение следует Продолжение следует